Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире лекция о политике, авторский курс Алексея Михайлёва. В рамках этого курса мне бы хотелось пригласить своих друзей, политологов, социологов, политтехнологов, которые постараются максимально доступно рассказать о том, как устроена современная политика не только в Бурятии, но и в России в целом. Мы поговорим о политике, о цифрах, о том, как они создаются, как появляется явка, как появляется недостаточная явка, что такое политический ресурс, что такое административный ресурс, какова роль молодежи и каково значение права в избирательном процессе. По большому счету, курс данных лекции несет научно-просветительский характер, и я приглашаю вас вместе со мной погрузиться в мир политической науки. Тема моей первой лекции называется «Политики, политологи, политтехнологи и политические консультанты. Зачем они нужны?» Блок первый. Кто такие политики? Традиционно политиками считались люди, принимающие политические решения, определяющие жизнь государства и жизнь каждого в этом государстве. Как еще писал Аристотель, политик – это искусство управления государством. То есть человек, занимающийся политикой или политик – это человек, руководящий государством или занимающий государственную должность. Однако по мере развития общества и самое главное развитие демократии, политик – это человек, занимающий выборную должность. То есть политик – это человек, баллотирующийся куда-либо, стремящийся быть избранным. Однако произошла революция масс-медиа, и общество снова изменилось. Политическое пришло в жизнь каждого. На самом деле сегодня политиком в той или иной мере оказывается любой человек, освещенный светом софитов и оказавшийся перед телекамерой или на страницах прессы. Именно для этого существует большая армия людей, обслуживающих политику. Эти люди готовят нас к столкновению с политическим. Будучи неготовым к столкновению с политическим, сегодня вы можете оказаться непрофессиональным политиком. Что отличает профессионального политика от непрофессионального? Профессиональный политик всегда готов соответствовать ожиданиям общества. Профессиональный политик всегда готов выступать на камеру. Профессиональный политик готов давать интервью прессе. Если же это получается случайно или недостаточно опыта, то мне достаточно сложно говорить о том, что этот человек является современным политиком, несмотря на то, что он может принимать достаточно хорошие политические решения, достаточно взвешенные политические решения. И именно современная политика представляет собой большую систему производства, в которой задействовано огромное количество людей, работающих в системе средств массовой информации, аналитики, прогнозисты. Все те люди, которые составляют то, что называется политическими науками. Политическая наука не одна. Политических наук много. Это система знаний. И, соответственно, множество существует политических профессий. Политики являются теми, кто является потребителем этих профессий. Потребителями услуг, которые оказывают представители этих профессий. Услугами политологов пользуются политики. Услугами политтехнологов пользуются политики. Политических консультантов также обращаются в политики. И именно те политики, которые думают о том, каким образом сегодня или завтра столкновение с новыми проявлениями политического заставит их взаимодействовать с прессой, взаимодействовать с обществом, взаимодействовать со своими избирателями. Быть готовым означает быть профессиональным политиком. Сегодня мы можем наблюдать то, каким образом профессиональная политика приходит в Бурятию. То, каким образом масс-медиа выстраивает коммуникации с властью. Современная политика подразумевает то, что она тесно вплетена в систему взаимоотношений между большими группами населения, теми, кто создает информацию и людьми, принимающими решения. То есть, вот эта взаимосвязь составляет сущность современной политики и без нее не получится обойтись. Она имеет слишком большое значение, эта взаимосвязь. Именно на уровне повседневной политики. Тем не менее, политика существует совершенно разная. Существует мировая политика, существует экономическая политика, существует в конце концов геополитика. Однако, эти отрасли знания не имеют отношения к тому, о чем мы говорим. Мы говорим о политике публичной, о политике, с которой сталкивается каждый человек и каждый день. Когда выступает по телевидению, когда читает газету, когда принимает решение, стоя у избирательной урны, когда опускает в нее бюллетень. Тем более, политики это люди, которых создают. Политики это люди, которых создают знания, опыт, создают профессиональные навыки. И именно исходя из этих критериев определяется то, насколько профессионален тот или иной политик. Что он может, кем он востребован и что он из себя представляет сегодня. Насколько он умеет взаимодействовать с окружающим миром. Современная политика это в том числе и система принятия решений. Система принятия решений это система, заимствованная из другой отрасли знания, из менеджмента. Однако, она также связана с публичной политикой. Но ее особенность, в отличие от менеджмента, заключается в том, что политические решения имеют серьезные социальные последствия и получают освещение в средствах массовой информации. В этом является специфика современной политики. Вопрос второй. Политологи. Кто такие политологи? Казалось бы, сегодня мы встречаемся с большим количеством людей, которые называют себя политологами. Являются ли они все политологами? Или они являются представителями какой-либо другой политической профессии? Возникла путаница с тем, кто такой политолог, кто такой политтехнолог, кто такой политический консультант. Политолог это человек, специализирующийся в области теории политики. Политолог это человек, который судит о теоретических аспектах политики. Человек, который осознает политику, предлагает ее структурировать, систематизировать, рассказать и объяснить ее другим. Чаще всего политолог это ученый. Ученый, эксперт, аналитик. Человек, представляющий знания о политике. Человек, создающий знания о политике. Если вы не создаете новые знания о политике, вряд ли вы можете называться политологом. Политолог это профессия достаточно маловостребованная. Она востребована в сфере науки и в сфере образования. Однако с прикладными какими-либо проектами она имеет достаточно мало общего. Политолог, если он выступает еще и как политтехнолог и политконсультант, это достаточно востребованный специалист. Но чаще всего политолог это ученый, чаще всего политолог это преподаватель. Политолог это амплуа, вид занятия или профессия, которая объясняет мир, которая объясняет общество. Создает новые знания и обращается к нам с вами, называя черное черным, белое белым, плохое хорошим. Хотя на самом деле политология достаточно безоценочная. Политология дает оценку с точки зрения эффективности или неэффективности в принятии каких-либо решений. Политолог это теоретик своим экспертным знанием, подтверждающий разумность, рациональность каких-либо действий политических партий, политических программ. Чтобы быть политологом необходимо профессиональное образование. Политолог это человек, который чаще всего дает оценку крупным событиям, не связанным с назначением на должности, связанным с изменением в государстве, связанным с изменением в векторах политики. Однако принятие того или иного закона или изменение в межбюджетных отношениях вряд ли может и как-то оказывать влияние на ход мысли, который осуществляет политолог. Скорее всего это маленькие крупинки, которые составят большую картину политического. Политтехнолог. Политтехнолог это самая массовая профессия, в которой задействованы люди, которые занимаются обслуживанием политической сферы. Политтехнолог это человек, создающий избирательную стратегию. Человек, работающий в штабе, человек, который будет руководить избирательной компанией, обеспечивать голоса. Человек, который знает всю политическую кухню изнутри. Человек, который работает в поле с избирателями, человек, который собирает все данные об округе. Человек, который может подобрать вам округ, поможет создать вам штаб. Человек, который может победить на выборах. Политтехнолог самая востребованная из политических профессий. И наверное в России одна из самых оплачиваемых. Хотя в мировой практике чаще всего наиболее высокий уровень оплаты труда именно у теоретиков. У тех, кто создает политическое знание. Потому что разница между политтехнологом и политологом такая же, как между инженером и физиком-теоретиком. Политтехнолог обеспечивает нашу с вами сегодняшнюю жизнь. Политтехнолог идет в поле. Политтехнолог готовит избирательные листовки, плакаты. Политтехнолог готовит передачи на телевидении. Политтехнолог в конце концов ведет бюджет избирательной кампании. Политтехнолог тот, кто создаст эффективные результаты на грядущих выборах. Политтехнолог тот, кто будет работать с вами каждый день. Чаще всего политтехнологи это люди имеющие большой прикладной опыт и к сожалению или к счастью достаточно мало знакомы с политической теорией, потому что их задача создавать повседневную работу, рутинную, зачастую неблагодарную. Люди, которые часто рискуя своим здоровьем, своей жизнью, работают в самых неблагополучных районах нашей страны и в каком-то смысле у этой профессии есть своя романтика, свой героизм, она вызывает восхищение. Именно с политтехнологами чаще всего мы сталкиваемся на разного рода медиаплощадках, которые озвучивают или освещают те или иные события. Именно они способны разработать медиаплан на избирательную кампанию или для продвижения какого-либо технологического решения. Именно они знают специфику межбюджетных отношений, особенности принятия того или иного закона. Вряд ли мы знаем, кто и как голосовал вчера или сегодня в том или ином законодательном органе. Это знают политтехнологи. Они могут объяснить, что двигало тем или иным человеком, каким образом распределились голоса, и кто и зачем помог тому или иному кандидату для продвижения в сфере политического, для занятия новой или более низкой, более высокой политической должности. Политический консультант. Политический консультант – это человек, оказывающий консультационные услуги в области политики. Зачастую это отставной политик, который решил заняться политическим консультированием. Институт политических консультантов в России достаточно слабо развит. По большому счету в США это отставные сенаторы и конгрессмены, которые могут посоветовать молодым начинающим политикам то, как строить политическую карьеру. Объяснить, как устроены простые, несложные механизмы принятия каких-либо решений на уровне Конгресса, Сената или Народного хурала. К сожалению, востребованность политических консультантов в нашей стране сравнительно невелика. Потому что, к сожалению, уровень профессионализации политики достаточно невелик. У нас в стране сложилось так, что каждый политик сам себе политический консультант. Хотя зачастую взгляд со стороны имеет гораздо более важное значение и этих людей необходимо ценить и беречь, и более того, оплачивать их услуги. Институт политических консультантов будет развиваться в перспективе. Именно политические консультанты зачастую, не обладая профессиональным образованием, обладают именно тем самым политическим опытом, поскольку они зачастую сами бывшие политики или люди, работавшие в политической сфере, которые позволят принимать политические решения. Нужны ли сегодня политические консультанты, когда так не хватает денег? Не проще ли нанять одного человека, который будет одновременно и политолог, и политтехнолог, или политический консультант? На мой взгляд, это не совсем правильно. Я за разделение труда. Мне кажется, каждый должен занимать свою нишу и четко отдавать себе отчет, в какой сфере политики он специализируется. Политический консультант несет большую ответственность за то, что он говорит, потому что именно на основе слов политического консультанта будут приниматься политические решения. Зачастую на основе слов политического консультанта будут распределены деньги из бюджета избирательных компаний. Именно политический консультант посоветует вам что-то делать или чего-то не делать. Стоять рядом с тем политиком или отойти в сторону. Стоит ли выступать в той газете или выбрать другую? Именно политический консультант знает, в какой кабинет зайти на площади советов ради примера. А в какой лучше не стоит заходить. Именно политические консультанты, наверное, могут стать самой массовой профессией именно у нас в Бурятии со временем. Потому что достаточно много людей, которые на экспертном уровне хорошо знают, как устроены внутренние механизмы политической сферы в Республике Бурятия. Однако рынок недостаточно насыщен. Денег на нем сравнительно немного. И именно отсутствие денег обеспечивает достаточно большие гонорары политическим технологам и, наверное, большому классу юристов, обслуживающим избирательный процесс. К сожалению, политические консультанты востребованы для обозначения каких-то крупных мегасобытий. То есть то, каким образом расставить акценты. Как принять решение и выстроить будущую политическую программу. Но сегодня, к сожалению, я не могу даже назвать уровень заработка политических консультантов в Республике Бурятия и наличие какой-либо корпорации, обеспечивающей политическим консультантам в Республике Бурятия, какие-то институциональные основы существования. Хотя существует Российская Ассоциация Политических Консультантов, в которой в большинстве случаев состоят политтехнологи, обеспечивающие избирательные процессы по всей стране. Я считаю, что это отдельный сегмент рынка, который до сих пор не занят и в перспективе будет достаточно массово представлено. Спасибо за внимание. С вами были лекции о политике. Авторский курс Алексея Михайлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»